Добрый вечер! Время новостей на АТОР. Сегодня 23 октября, 604-й день аннексии полуострова. В эфире ЗАМАН. Крымские татары просят запретить Меджлис. Об этом заявил вице-премьер российской администрации Крыма Руслан Бальбек. По его словам, российские власти Крыма получают жалобы от крымских татар на деятельность Меджлиса. Однако доказательств этих обращений Бальбек не предъявил. Заместитель председателя Меджлиса Нариман Джулял сообщил, если Меджлис в Крыму запретят, это в очередной раз продемонстрирует отсутствие свободы слова на полуострове. Несколько человек, которых принято называть кремлевскими татарами, по сути, по рождению действительно являются крымскими татарами. Я не знаю, их там может несколько десятков наберется. Я не думаю, что господин Бальбек врет. Действительно, эти люди, где-то выпивая тост за Российскую Федерацию, может быть, вот именно к такой просьбе пришли. Моя глубокая убежденность в том, что данные запреты связаны с блокадой Крыма, инициаторами которой являются наши проживающие сегодня вынужденно на территории материковой Украины. Привязать к нам сегодня что-то иное абсолютно нет никаких оснований. Мы не совершаем никаких противозаконных действий. Если МИДЖИС будет запрещен сегодня в Крыму, то я и многие мои единомышленники окончательно просто подтвердим свою убежденность в том, что в Крыму существуют колоссальные ограничения со свободой слова, свободой общественно-политической деятельности, свободой собраний и так далее. То есть то, о чем мы, собственно, везде и говорим. Запрет абсолютно не помешает людям, которые чувствуют ответственность перед собственным народом, осуществлять законные действия, направленные на возрождение его культуры, на возрождение его государственности, на поддержание развития по всем направлениям. Гражданская блокада Крыма продолжается. Сегодня 34-й день Крымского Майдана. Гульсум Халилова знает больше. Сегодня на всех трех пропускных пунктах все спокойно, провокации здесь нет. Вчера поздно вечером на пропускном пункте Каланчак активисты гражданской блокады Крыма остановили груженный автомобиль. По их словам, мужчина направлялся с материковой части Украины в Крым, хотел перевезти превышающую норму количества продуктов. Он стоял тут, провоцировал нас. Он хотел провести 10 паків воды, 3 мешка картошки, 2 мешка круп, что еще у него было, капуста, 4 литра капусти и 4 ковна. Мы ему сказали, так и так, ты не приезжать нельзя. Потом он что-то сделал следующее, он взял и поставил посреди дороги, перекрив дорогу, что не могла машина ни с той стороны нестись проехать. На блокпост вызвали сотрудников ГАИ. Они вместе с ним отправились в отделение милиции. Там же милиционера комментировать ситуацию отказались. Все комментарии по данному факту вы можете получить в нашем пресс-службе. У меня не поступало сегодня кого? Я ясно выразился. Человек обратился к заявлению. Все. Активисты говорят, на полуостров мужчину так и не пропустили. Сюда, на Крым, не проезжал. Мы его не пропустили. А вернулся домой. Он представился как адвокат. Он сказал, что он адвокат. И в кривом рогу он депутатом был. Или есть сейчас, или был депутатом. Я точно не уточнил. Сегодня же на пропускных пунктах дождливо, однако это активистам не мешает. Гражданская блокада живет своей жизнью. Гульсум Халилова, Олег Козыкин, Заман, АТР. Обустроить продуктовые точки на границе с Крымом обещали чиновники Херсонщины. Однако за месяц гражданской блокады дело так и не сдвинулось с мертвой точки. С чем это связано, разбиралась Эльвина Сидбулаева. Это контрольно-пропускной пункт Чангар. Отсюда жители из оккупированного Крыма едут на свободную территорию. Жалуются. Жизнь на полуострове поменялась. Цены на продукты повысились, а зарплаты низкие. Мясо дорогое, там по 350 рублей. Это там хлеб, конечно. Ну хлеб, как всегда, 23-22 рубля. Так, не знаю, мясо, молоко там дорогое. Вот такие продуктовые места херсонская власть обещала сделать и на границе с аннексированным Крымом. Но дальше обещание дело не пошло. На границе не обустроили ни одной торговой точки. Сами продавцы рынков готовы идти навстречу крымчанам. Конечно, нормально было бы хорошо, если рынки были бы на границе. Да, работы больше было бы. Наверное, нужно. Пусть строят. Ну, чтобы это приезжали к нам продукты покупали. Как-то связать этот Крым, материк. У нас вот апельсины, бананы, хурма, изюм. У нас товара много. У вас, я знаю, что дорого все. Андрей Путилов, глава Херсонской областной государственной администрации. Блокаду Крыма поддерживает. Но сама администрация заниматься созданием хабов и торговых точек не будет. Власть не должна заниматься бизнесом. Инвестор, который придет на территорию Херсонской области, если мы увидим, что у него есть желание построить и вложить собственный финансовый ресурс в данный оптовый рынок, в логистический центр для развития, мы дадим дорожную карту, посадим за стол все контролирующие структуры, которые выдают документы, сядем мы и постараемся в короткие сроки дать все согласовательные документы. Здесь, вдоль дорог, торговые точки должны были стать связующим звеном между оккупированным Крымом и материковой частью Украины. Однако они продолжают пустовать. Эльвина Седбулаева, Эльдар Асматов, Заман, АТР. Жители Крыма стали вдвое больше жаловаться в Роспотребнадзор. Люди жалуются на некачественные услуги, продукты и другие товары. Больше всего нареканий на молочную продукцию. Вот уже месяц длится торговая блокада полуострова. Украинской молочки на прилавках осталось совсем мало. Старые запасы, отмечают продавцы. Селянское у меня полтора осталось, все российское. Что, говорит, качество не то? Нет? Да нет, я бы не сказала. Есть хорошее молоко в общем. Теперь крымчане вынуждены пить либо крымское, либо российское молоко. Большей популярностью пользуется крымское. Литр молока Джанкойского молокозавода стоит 49 рублей. Также есть продукция Крымского агроуниверситета. А вот за литр молока «Новая деревня» из Нальчика придется выложить 77 рублей. 100 рублей стоит литр «Воронежского вкуснотеева». Крымчане о статистических данных Роспотребнадзора ничего не слышали. Их мнения разделились. По-моему, немного лучше украинское качество. Оно вкуснее, потому что российское, ну, как просто вода размешана с каким-то порошком. Наверное, больше российское. Почему? Ну, не знаю. Мы больше доверяем России. При Украине мы вообще молоко не покупали, потому что молочные продукты мы постоянно покупали в магазинах. Они были просрочены сроком годности. Кубанское очень хорошее молоко. Украинское лучше. Цена намного лучше, дешевле. А российское чуть подороже. Вот в Полтавии был, я в Полтавии, там и качество высокое, и вкуснее молоко намного, чем российское. Некоторые хрымчане магазинному молоку не доверяют. Берут только домашнее. Такое не признаем, потому что в основном они идут искусственно. Такое люди домашнее покупали. Продавцы домашнего молока отмечают. После начала продовольственной блокады спрос на их продукцию вырос в разы. Сейчас один литр домашнего стоит 60 рублей. Но очень скоро цена поднимется. За счет того, что просто на осенне-зимний период молока становится меньше, коровы пойдут в запуск. Поэтому цена немножко зимой поднимается. Закон Украины о правах, депортированных, принятый в апреле прошлого года, пока не работает. Он будет действовать после возвращения Крыма в состав Украины. Об этом заявил лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Он также отметил, что благодаря этому закону уже сейчас можно принять другой. О восстановлении исторической топонимики. Закон этот будет действовать, конечно, после освобождения от оккупации. Там компенсация, возмещение, восстановление исторической топонимики, все такое. Она имеет практическое значение уже после оккупации. Но сегодня уже, базируясь на вот этот закон, можно принять отдельный, скажем, закон о восстановлении исторической топонимики. Это имеет очень большое значение. Если, скажем, государство принимает решение о переименовании, все вот эти наименования будут во всех мировых картах. Не те, что Россия оккупационные власти выпускает или в Москве выпускает, а именно международные вот эти страны. Ибо они будут придерживаться международного права. В Крыму продолжаются коррупционные скандалы. Адвокаты депутата Госсовета Российской администрации Крыма Валерия Гриневича, задержанного якобы за получение взятки в размере 35 тысяч долларов, протестуют против термина «взятка». И винят в этом журналистов. Подробности в сюжете. Депутат Госсовета Крыма Валерий Гриневич был задержан 12 октября. По данным следствия, с июля по октябрь этого года депутат получил от одного из жителей города Саки 35 тысяч долларов, за которые обещал решить вопрос о прекращении проверки, проводимой в отношении него правоохранительными органами. По словам адвоката Гриневича, это нельзя назвать получением взятки. Сегодня адвокаты Гриневича выразили свой протест по поводу применения в СМИ термина «взятка» в отношении своего подзащитного. И утверждают, что его не брали с поличным. Потому что это не соответствует действительности. Хотелось бы последний раз поставить в этом точку, что наш подзащитный на сегодняшний момент обвиняется в совершении не должностного преступления, связанного с профессиональной деятельностью, а в совершении преступления против собственности, то есть мошенничества. С поличным, когда человека берут, это когда денежные средства, обнаружены при человеке, либо при его передаче. Есть порошок на руках. Денежные средства были обнаружены не при Гриневича, а в помещении, которое использовалось Гриневичем для приема граждан. Это две большие разницы между тем, что когда у человека в кармане это обнаружено, либо при передаче. Но сам факт произошел, есть какие-то там неоспоримые доказательства. А речь идет просто об обнаружении денежных средств. Как бы то ни было, Единая Россия, пытаясь отмыться от скандала, приостановила членство Гриневича в партии в связи с возбужденным против него уголовным делом. А суд не отпустил Гриневича под залог в 2 миллиона рублей. Сейчас он находится в СИЗО. Вчера на заседании Госсовета Крыма прокурор Наталья Поклонская потребовала лишить Гриневича мандата депутата парламента. На том основании, что он пытается повлиять на работу следствия. Гриневич Валерий Васильевич неоднократно, лично, приезжал на кардеры, эксплуатировавые под огромными немногих предприятиями. Это общество с ограниченной ответственностью, кроме Евробуд, Охотникова и ПГС-08, по которым осуждены уголовные дела, где препятствовал проведению прокурорских проверок. И, используя свой статус депутата, направляя в прокуратуру республики депутатские обращения, в которых требовало рассмотреть вопрос об отмене либо снижении штрафных санкций, наложенных на данные юридические лица. Защитники Гриневича отмечают, это не повод для лишения его депутатских полномочий. Статья 12 сказано лишь о том, по каким основаниям может быть лишен полномочий депутат. И там, если дословно цитировать, речь идет о недостоверной, искаженной информации по поводу доходов, об изменении гражданства, выходе из партии. Но не сказано о том, что исключение должно быть связано с какой-то деятельностью, вмешательством даже в деятельность правоохранительных и иных органов. В парламенте Крыма не торопятся выполнять просьбу прокурора. Его глава Владимир Константинов заявил, что сначала нужно создать депутатскую комиссию, которая во всем разберется. Лейля Кавиджи, Асан Асанов, Заман, АТР. К международным новостям. 42 человека погибли в масштабном ДТП во Франции. Катастрофа произошла неподалеку от города Бордо. После столкновения автобуса с грузовиком, оба автомобиля загорелись, люди сгорели заживо. Эта авария стала крупнейшей дорожной катастрофой во Франции за последние 33 года. Президент страны Франсуа Алан сейчас прибывает с рабочим визитом в Греции. Оттуда он выразил соболезнования и пообещал поддержку семьям жертв. В это воскресенье в Украине пройдут выборы депутатов в органы местного самоуправления. Также состоятся выборы городских, поселковых и сельских голов. В Киеве на должность мэра баллотируется 29 кандидатов. По мнению экспертов, больше всего шансов у действующего мэра Владимира Кличка. У вынужденных переселенцев, а это полтора миллиона человек в Украине, на местных выборах права голоса нет. Активисты считают это дискриминацией и ударом по международному имиджу страны. Вынуждены безголосы. Протестный проект с таким названием устроили переселенцы в Украине. Выборы для переселенцев это не бонусы или преференции. На наш взгляд, это ответственность. Ты приезжаешь на новое место, находишь новый дом и берешь на себя часть ответственности за то, что здесь происходит. В Одессе Ленин перевоплотился в Дарта Вейдера. Советского вождя на главного злодея Звездных войн превратил местный художник Александр Милов. По закону о декоммунизации гипсового Ленина должны были на днях демонтировать. Однако по просьбе местных жителей его перевоплотили на Черного Лорда. Еще и со встроенным Wi-Fi роутером в шлеме. Монумент теперь раздает бесплатный интернет. Украинско-немецкий экономический форум стартовал в Берлине. В нем принимают участие более 600 представителей украинского бизнеса и ведущих немецких компаний, которые заинтересованы в развитии и расширении сотрудничества с Украиной. В ходе мероприятия прошли дискуссии представителей правительства Украины и Германии, во время которых обсуждали потенциалы и проблемы немецко-украинских бизнес-отношений. На общей пресс-конференции Арсений Юценюк и Ангела Меркель также затронули политические темы, а именно минские договоренности и местные выборы в Украине. Дякую уряду Украины за этот реформный курс, который Украина проводит также прекрасное выполнение программы МВФ, а также и вступление в действие угоди про зону вільной торговли, что является мотором для динамического развития. Вкотре хочу зазначити, что Минская угода – это не меню. Еї необходимо выполнить, в первую очередь, Российской Федерации, и там есть четкие условия о выполнении Минской угоди. Виборы в Донецке и Луганске должны пройти. Виборы на украинской территории, потому что Донецк, Луганск и Крим – это украинская территория. В Крыму отмечают 95-ю годовщину со дня рождения дважды Героя Советского Союза летчика Амитхана Султана. Сегодня в Киберджеми. В память о нем провели молебен. Подробнее в сюжете. Благословенный день, пятницу в главной мечети Симферополя почтили память летчика-испытателя дважды Героя Советского Союза Амитхана Султана. Амитхан Султан родился 20 октября 1920 года в Алубке. Учился в Симферопольском фабричном заводском училище и одновременно в аэроклубе. Работал в железнодорожном депо, но мечтал лишь об одном – проложить свою дорогу в небо. Первый самолет он сбил в 1942 году в небе над Ярославлем. В период Второй мировой войны совершил более 600 боевых вылетов. Сбил 30 самолетов противника лично и 19 в составе групп. Это наш герой, Крымское царство народа. Мы всем гордимся, и поэтому мы сегодня все здесь. Амитхан Султан последний раз в кабину самолета сел 1 февраля 1971 года. Он погиб при испытании нового мощного двигателя. Уже в это воскресенье Украина перейдет на зимнее время. Теперь Крым и материк будут жить разным временем. 25 октября в 4 часа утра по киевскому времени стрелки часов переведут на 1 час назад. На этом пока все. Не пропустите заман в 21.30. Хороших выходных. Оставайтесь с АТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова